Творческая лаборатория, или правильнее сказать мастерская, дворянский особняк с антресолью, разместилась в небольшой комнатке музея Дом Языковых под самой крышей. Участникам мастер-классов не надо приносить с собой материалы и инструменты, поскольку здесь есть всё для различных видов рукоделия. Проект стал победителем областного конкурса среди некоммерческих организаций и получил субсидию из бюджета Ульяновской области. Приходят люди, даже те, которые не умеют заниматься рукоделием, здесь мы их обучаем, начинают с самых азов, причём здесь подход индивидуальный, так как могут прийти и дети, которые совершенно ничего не могут, которых не развита мелкая моторика, приходят со своими бабушками или мамами. Работая над изучением одного из видов техники, учитывается сложность выполнения работ от самого лёгкого для детской аудитории до усложнённого варианта для мастеров рукоделия. Виды рукоделия совершенно разные. Мы здесь используем не только классические, которые представляют в виде, например, вязания, лоскутное шитьё, валяния, но также мы совмещаем это ещё и с современными техниками, такими как канзаши. Также предлагаются тематические мастер-классы к разным праздникам. Например, при помощи творческой мастерской можно изготовить куклы в народной традиции к празднику Масленицы или пасхальный сувенир перед Пасхой. В современных условиях творческая мастерская работает только с индивидуальными посетителями и дистанционно. Также выкладываются видеоролики в социальных сетях и сайтах музея, где показывают полноценный мастер-класс, и каждый желающий может в любое время попробовать себя в том или ином виде рукоделия. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Новости Улправда ТВ.